В Атарау неожиданно для населения снизились тарифы на воду и газ, но произошло это не по воле монополистов. Антимонопольное ведомство, проверившее поставщиков воды и газа, обнаружило необоснованно полученный доход. В компании, снабжающей город водой 139 миллионов тенге, у газовиков порядка 30 миллионов. Проверяющие обязали поставщиков возвратить эти средства потребителям. От любых проявлений коррупции обещают защищать иностранных инвесторов в Караганде. Областной департамент агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции подписал уже три меморандума с совместными предприятиями. Общая сумма инвестиций, которые эти компании вливают в регион, превышает триллион тенге. Соглашение призвано обеспечить прозрачное взаимодействие предприятий со всеми институтами государственной власти. Бизнесмен из Индии массово закупает в Казахстане конский волос, чтобы изготовить из него предметы для индустрии красоты. По его словам, самое лучшее в мире сырье для производства искусственных ресниц и париков можно получить именно в нашей стране. Оно, по мнению Ашока Желани, отличается особой прочностью. Со временем бизнесмен планирует открыть собственное предприятие в Казахстане. В два раза больше грантников поступили в этом году в Южно-Казахстанский государственный университет имени Ауэзова. Только по техническим специальностям бесплатно обучаться будут свыше 6000 студентов. Это стало возможным благодаря пяти социальным инициативам главы государства. В самый большой вуз на юге страны, помимо жителей региона, охотно поступают и студенты из ближнего зарубежья. Для них в этом году выделено 150 грантов. Всего же здесь обучается более 900 иностранцев. В Павлодаре проходит первый региональный форум первичных организаций партии Нур-Отан. Задача номер один – обсудить новые подходы и инициативы для дальнейшей активизации работы. На форум съехались 250 делегатов. Помимо обсуждений, на площадках форума пройдут мастер-классы с участием специалистов в области масс-медиа. Они расскажут о технологиях партийной работы в соцсетях.